Близится год к завершению Здарова, Руслан Что, готов снимать новогодний выпуск, пора валить? Да как-то непонятно, слушай, здесь слякоть-серость как-то, как-то непонятно А приезжай тогда в Москву, тут празднично Честно, никакого новогоднего настроя нет Слушай, да я уже взял себе билеты в Москву на лучшем поисковике дешёвых авиабилетов aviasales.ru Ты приезжаешь ко мне прямо сейчас Отказаться нельзя, слышишь? Заставка уже начинается И чё это? По-твоему, это похоже на Новый год? Ну а что такого-то? Ну подумаешь, да, днём всё немного серое Брусчатка чуть-чуть в дристе А всё равно круто же У вас в Питере даже такого нет Ладно, забей, раз уж я приехал Показывай, как родной свой город, показывай Кремль, вот Красная площадь Понятно, слишком обычно только Где настоящие москвичи время проводят? Собор Василия Блаженного вообще потрясающая вещь Мавзолей Мавзолей супер, очень новогодняя И это всё на Красной площади Ещё что? Гум! Гум! Лучшее новогоднее место, чтобы проводить новый гум Как Новый год, сразу в гум Пойдём эксгумироваться, да? Гум! Вдруг как в сказке скрипнула дверь Всё мне ясно стало Легендарный государственный универсальный магазин Уже 30 лет как приватизирован Теперь он главный универсальный А аббревиатура осталась той же Потому что так проще доить Ностальгию по советскому прошлому Шлеп, 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 шлеп Килет в кино за полторы тысячи рублей Туалет за 150 рублей И корный бар Как сортира может стоить 150 рублей? Там, типа, золотом партии подтираешься За тебя ассистент личный, сып что ли? Да ты это За мой счёт сходи, угощай У меня как раз на карте лояльности Баллы накопились Короче, жутка в том, что это не сортира, третяковка Ну, понял Ёмор Фух, что ж Я вынужден признать, что никогда торжественно нужду не справлял Кстати, о торжестве Это всё тоже часть новогоднего украшения Серьёзно, у вас весь центр города перекрыт, железом не пройти Я как будто не в столице нахожусь, а отбываю В самом свободном городе мира Так, это сейчас что было? Почему у нас цензура в выпуске? Чё, за новостями не следишь? Кремлю же закупили новые эти глушилки политического юмора Ну, типа смотри Что будет, если депутаты доберутся до нового года? Самый лучший новый год, которому позавидуют евросайдники Так, дай попробую Что нужно сделать, чтобы быстро приехала полиция? Сказать, что ты сильно нуждаешься в помощи Как называется собрание людей, планирующих крупное ограбление? Заседание грабителей Офигенно! Работает, как часы Даже не жалко, что триллион на разработку Добыли закон, Тём Серьёзно, пойдём отсюда Ну, вроде-то отошли Она же тебя добивать не может никак Давай проверю Как ты думаешь, что общего куска говна И чё это такое? А, это уже самоцензура Глубоко Это ж зарядье, да? Да! Кажется, теплится что-то в Руслане Парк новый, модный Мостом своим славен Но Миша восторг не готов разделять Чем недоволен костлявая рухлядь? Я вообще никогда не понимал, в чём смысл зарядья Парк мелкий, обойти можно за полчаса Деревьев толком нету Так что технически это не парк-парк А хвалёный мост Летом там толпа туристов А вид открывается ровно точно такой же, как соседнего этого моста Немцова Да и реку по нему перейти нельзя Мост в туда же Да уж, парк ни о чём Здесь хорошо, наверное, было в дореволюционную Россию Еврейское гетто прямо у стен Кремля Или нет? Огромная советская гостиница размером с квартал Или нет? В нулевых Пустырь с рекламой на всю набережную Шикарное время было Тебя не удивляет ледяная пещера с кристаллизованными стенами Но я не заказывал в авиасейлс билеты в Норильск Открытая концертная площадка с бесплатными выступлениями и музыкой Я в парк пришёл, а не оперы слушать Уникальный вид на Кремль через берёзки Где-то один без рук в восторге История Руси, восстановленная в анимусе Не подслачиваю урок истории России поп-культурными референсами А то, что парк разбит на 4 климатические зоны С характерными им растениями, специально привезёнными в Москву Чтобы продемонстрировать разнообразие природы России Вот только сам парк в одной климатической зоне Поговорим через 5 лет Да вас впервые за 50 лет в городе построили не торговый центр Не жилой муравейник или элитный ЖК Не храм, а большой, современный парк Открытый для всех москвичей Который по версии Желал Тайм вошёл в 100 главных мест мира А всё, что я слышу вокруг А здесь что-то криво лежит и мост странной формы Так, я, конечно, всё понимаю, это весело и интересно Вот именно Но я в парке хожу, там, долго гулять, воздухом дышать, идеи придумывать А это не парк Ей, парни, вы сказали парки, да? Это что, ваш мэр? Ой, блин, какой стыд Да тут много парков про Горького, слышали, например? Там много чего за последние 10 лет изменилось Вай-фай на каждом углу, катки новогодние Вы же Новый год-то любите, да? Кстати говоря, это мой любимый парк Так, мне не очень нравится, куда это сейчас всё движется Да ты не думай, а в метро прыгай давай Давай, я тебе тройку заряжу Даже московское метро в Новый год пронизана духом праздника Лишний раз воспользуясь своей чёрной картой тройка Буду счастливым А что это за чёрная тройка, которую ты постоянно козыряешь? Типа, всё равно в толпе народа ездить В чём прикол? А вот в чём Это режим VIP-стебюля Знаешь, что я ради него пережил? Я хард-коренной москвич Я сам снял свою хрущёвку ради реновации Я активнейший гражданин Я голосовал на сайте больше, чем боты Я ветеран пробок и толкучек Я простоял в них 20 лет из 30 Поздравляю, наверное Пойдём Будешь ждать со всеми Я чё подумал, мы скорее всего не успеем сейчас за один выпуск Всю Москву охватить Слишком много всего Давай, если по тройке будет 100 тысяч лайков Мы летом возвращаемся и снимаем ещё один выпуск Да, слушай, может хоть в третий раз мэрия заплатит О, кстати Как доехать до парка Горького, очень просто Садитесь на каршеринг, затем на МЦК Переход на метро Новая ветка После лодки по Москве-реке Вызывайте социальное такси Километровый подземный переход И вы на месте Нас с говном сажут в комментах Отвечаю Парк Горького под Новый год Это клёвая, красивая, семейная тема Только праздничные движёва Тут становятся, когда стемнеет Так что, Руслан, надо подождать 5 часов Разбивай лагерь Слушай, ну раз выдалась минутка свободная Можно её с толком провести И напомнить нашим зрителям Что прямо сейчас Наш любимый спонсор Поисковик дешёвых авиабилетов Aviasales.ru По ссылке в описании Проводит офигенный новогодний конкурс Можно выиграть один из ста билетов Так что участвуйте в нём Мало того, что можете скататься куда-нибудь На праздники Так ещё поддержите наше шоу скромное Вот Да Это, конечно, всё клёво Но что нам делать Оставшиеся 4 часа 59 минуты 40 секунд Можно? Мы можем сыграть нашу любимую с тобой игру По очереди Называть, что нам больше всего нравится В Aviasales Ты начинаешь, ладно, давай Офигенная, удобная, анимированная, клёвая карта Мне нравится Что они спрашивают Готов ли я английские сайты использовать Тема, тема, тема А ещё там есть клёвый календарь, который подсказывает, какие на ближайшие дни более дешёвые билеты Сам хотел про это сказать Что, нет? Всё? Кончились? А я знаю ещё миллион фишек этого сайта Ты всё время выигрываешь в эту игру Да Ну всё стемнело, можно тушить наш шлагерный костёр Ладно, я вынужден признать, что выглядит, правда, здесь всё симпатично Шутки шутками? О, нет Но за последние 10 лет Эта шутка из Чикаго повторяется Парк и правда преобразился Ты хочешь, чтобы мы по дислайкам побилить Юпревайн? Слушай, я жил в Москве, я видел, как все эти крупные парки только и делали, что увидали год от года Были какие-то старые аттракционы стрёмные Непонятный шашлык в этих ларьках Не было навигации, чтобы можно было найти закладку Чё? А, и вход был платный Вход был платный Типа, мне не зашкварно похвалить парк Потому что, ну, правда, сейчас норм Можно выйти нормально погулять, там, придумывать идеи, там, скетчи, ещё чего-нибудь Правда, аттракционов в Москве нормальных до сих пор нету Ладно, всё, убедил, отработал весь бюджет, молодец Показываю москвич, что тебя здесь в парке вдохновляют Ээээ... да, погнали, покажу любимые места Музей-гараж, потому что разум должен быть открыт ко всему новому Чайное заведение, ведь чтобы креативиться, нужно сперва напуэриться И любимый зимний новогодний каток, потому что физические нагрузки очищают мысли Давай, догоняй! Вот честно, я бы никогда не подумал, что у тебя такой насыщенный досуг Прям, прям зауважал Да Всё ради хороших идей О, идея! Дрич гурман ест всё лёжа! О, идея! Дрич гурман ест всё лёжа! Ха, теперь можно и пивка Настроения всё нет, да, тосклива картина Не Новый год, а сплошная рутина Но друзья не сдаются, не теряют рассудок А не терять его проще на сытых желудок Рынок? Рынок это твоё представление о новом годе По-моему, такие шатры по всему Советскому Союзу пачками строили в 60-х и 70-х То есть, что там может внутри продаваться? Какие-нибудь шпроты, вяленое мясо, вязаные носки Как это с Новым годом-то связано? Ну, технически носки связаны? Этот петухан ничего не понимает Если хочется поднять настроение через жраку, то Даниловский рынок это самое оно Разнообразно, относительно демократично, атмосферно, а главное модно Модно! Модно, это слово он использует, модно Я не знаю, что более депрессивно Вид на водителя коршеринга, который в аварию попал Или... вид... внутри Даниловский рынок несколько лет назад произвел переворот у отечественных хипстеров в области набивания желудка Был никому не нужный разваливающийся купол, который выкупили опытные рестораторы И набили его десятком точек с разнообразной новомодной кухней Озерные куски, внеземной клещ, лунный камень, кисий стручок, плоть, бич-диско, клешни, смерть в дыму и фурункулы Это хипстерская терминология, братва, я об этом шарю Кстати, советую пообедать тебе в моем любимом ресторане Любовно! Мясо нежное, словно поцелуй Будда осенним вечером Тихо! Не оставляй Дрич Гурмана без работы Таких точек по Москве сейчас с десяток, но Данилов все-таки остается как батя Теплый, мягкий и готов напихать за обе щеки Еды Еды А если быть чуть более внимательным, то можно заметить, что на Даниловском рынке Реально есть рынок Это все замечательно, но тебе не кажется, что цены для продуктового рынка здесь немножко мажорные? Мажорные? Ты еще не видел секретный, инди, андерграундный, прото-хипстерский рынок? Слава богу, у меня есть моя платиновая, лимитированная черная вип-карта тройка Дайте, пожалуйста, помидор Спасибо Слава Мэрии Слава Мэрии Вам понравился, как Шерик? Завтра я запускаю все, Шерик, больше нет ничего частного Теперь всеобщее Жена, дети, дома, органы Я бы запустил голосование на фирм в гражданине, но отвлекся на воробья Я понял Тебе просто нужно сменить обстановку Модные обрыгаловки не радуют, обновленные палки зашкварены Я понял, я понял Может, тогда посмотрим, что было с новогодним настроением у наших царских прадедов? Кремль в Измайлово, вот что дышит настоящей историей Восхитительная крепость, церковь, хоромы времен правления Романовых Кажется, вон из той двери вот-вот выйдет настоящий Петр Первый, почесывая себе гузно Ну, судя по всему, реально может выйти Ведь, по твоим словам, здесь Романовы жили минимум до нулевых Что? Ты же в курсе, что это просто Лужковский новострой для туристов? Матрешки, футболки с Путиным, шашлык за 500 рублей И активности подозрительно похожи на то, что тебя просто заставляют работать А все исторические здания находятся здесь В усадьбе Измайлова, которая находится буквально в паре сотен метров Это не просто царская дача была Здесь были заводы, была пасека Даже каким-то образом виноград выращивают То есть такой клубный жилой комплекс А еще именно здесь Петр Первый нашел свой ботик Это факт незачем, просто мне нравится слово ботик Ботик С приходом советской власти усадьбы коснулись изменения И все они были, скажем так, типовые Итак, усадьба Измайлова теперь будет называться городок имени Баумана Городок имени Баумана Так что да, кидайте несколько десятков домов типовой застройки в городок имени Баумана Окей, усадьба, усадьба, я... Кремль тогда что? Да я же говорю, просто нужно было чем-то забить пустырь То есть это все ложь? Ты пряничный домик? Ты русское подворье? Ты уникальный международный фестиваль, посвященный столетию селедки под шубой Пользующийся неожиданной популярностью? Да бы в Кремле селедку ели, была шуба хороша Если в лодочку налили, заиграла бы то что? Браво, браво! Спасибо вам огромное, спасибо Чтобы вы всем не лгали! Лгали... Лгали... Ты либо весь день на работе торчишь, либо возвращаешься с работы и весь вечер гладишь кисью Вот я максимум на рынок выбираюсь, жареные утки пожрать или американский пай Ты тоже куда-то выбираешь, у тебя есть любимые места? Увлекаясь... Увлекаясь... Архитектурой старого города У этого здания сохранились барельефы у окон Здесь жил один очень-очень известный человек А вот это знаменитое здание с помещением Мне кажется, я разгадал схему, по которой тебе эти места продвинулись, алкоголик Чё? Я вообще ни разу не пьяный Ни разу пьяный, мог бы так Чё я тебе сказал-то? Я как стёп Кажется, его туристические и исторические места не сработали Попробуем что-нибудь поновее Этот Сколково — русская кремниевая долина, которая более 8 лет строится на западе Москвы Но я готов поспорить, что большинство москвичей ни разу не были в этом маленьком Наукограде Научные кластеры, жилые районы и технопарки здесь стоят на улице Николы Тесла, Эйнштейна и Кулибина А сейчас за моей спиной находится проспект имени Фридриха Ганемана Ну это тип чел, который гомеопатию придумал, а гомеопатия — не наука Ну, вы поняли Сложный юмор в пора валить Оценить успех Сколково довольно сложно, потому что при его создании правительство не ставило каких-то конкретных задач И, судя по всему, тут до сих пор часть зданий стоит пустые Типа, для чего это всё здесь строится-то? Ну давайте будем объективны Только в русском Наукограде может стоять автомат, выпекающий блины Дричгурма, Сколково, блинный автомат Поехали! Деньги взял, а сударем не назвал Чем аппарат отличается от моей бабули? Когда у неё выходит первый блинкомом, мы не сдаём её в сервисный центр А сразу в дом престарелых Послушаем, как готовится Это мне что, есть блин не с лопаты? В целом вкусно, даже дёшево Только ждать долго Дричгурма Это Дричгурма Дричгурма Ладно, признаю, тупая идея была искать новогоднее настроение в Сколково Видимо, инженеры предпочитают спокойно работать, а не праздновать Последняя надежда остаётся Кто больше всех зарабатывает, тот должен шумнее отмечать Поэтому, где в Москве собираются вот все бизнесмены, топ-менеджеры, белые воротнички? Слушай, ну есть ещё эта Москва-сети, но она мне, честно говоря, не очень Да и как выбираться отсюда? Это Сколково, местами больше похоже на Пустынково То, что не знал, что именно на улицах Сколково Яндекс обкатывает своё беспилотное такси И специально для выпуска «Пора валить» мы решили с ними договориться И ничего не получилось К счастью, другой отечественный поисковик, Спутник, может похваться своей уникальной разработкой Пока одни делают такси без водителя, они сделали водителя без такси Бип-бип Чур я сзади Чё, парни, дорогу покажете? Москва-сити Бип-бип Чё, ты ему какой бал-то поставил? Шутишь? Меня чуть не продуло, пока мы ехали, он отвратительные песни ставил Ты в отзыве не забудь написать, что у него не было детского кресла? Надеюсь, они это исправят в следующем обновлении Ладно, Москва-сити, чё про него расскажешь? Серьёзно? Это же, это огромный остров небоскрёбов, который видно отовсюду Как ты про него-то ничего не знаешь? Москва-сити, Москва-сити, район такой Он же, мы тоже хотим свой даунтаун, как в Лос-Анджелесе Только строили его бесконечно долго, а когда достроили, выяснилось, что здесь нет ничего по мою честь Ну серьёзно, что мне делать во всех этих дорогих офисах или лофтах безграничными окнами? А что касается торгового центра, я в Биберево-Плаза, скорее всего, найду те же самые бутики Только не надо будет закладывать квартиру, чтобы оплатить тут парковку Ну, разве что обзорная площадка есть Да, прикольный вид Да я не об этом, здесь мороженое бесплатно раздают Вот смотри, можешь мне мороженое? И ещё одно И ещё одно Спасибо Так о чём я? Ах, да Ты можешь себе представить, кто живёт в этих апартаментах? Мою жизнь можно описать одним словом Роскошь Вы просто посмотрите на мою квартиру В день я зарабатываю три миллиона Смотрите И ещё три на счету Мой рацион довольно строгий Это филе проститутки, которое я разделал вчера ночью Я сослал родителей в самый дешевый дом престарелых И не звонил им уже пять лет И кстати Я бью щенков Мне приятно думать, что они отбитые Это отгоняет чувство зависти Ну а разве не в этом фишка Москвы, что она должна постоянно меняться И Сити это отличный пример Такой красивый деловой район Из стекла и бетона возвышается над городом И местные гирлянды Совершенно не вдохновляют на Новый год Блин, какой-то ты непрошибаемый Ой, сам ты не лучше Я не лучше? Я... Да знаешь что, этим новогодним настроением У меня его... Блин, как ты узнал? Да у меня этого новогоднего настроения У меня его самого нету Только... Чего Руслана не говори? Ха, блин, опять Ну хотя бы не танцевал Ну слушай, я думал, что если я вытащу тебя в Москву То у тебя появится новогоднее настроение И может у меня появится оно тоже прицепом Слушай, а может... Может так и должно быть? Может быть только череда трудностей Испытаний закаляет И делает из нас настоящих людей Только проверив на себе Все светлые и темные стороны жизни Можно приблизиться к ее пониманию Сегодня мы вместе с aviasales.ru Ссылку на чей конкурс вы найдете в описании Я рекомендую на нее нажать Побывали в Москве прошлого Прогулялись по Москве настоящего И взглянули на Москву будущего Такая разная Такая живая Такая интересная И именно в этом единении разнообразий Можно найти то самое чувство единства С которым мы вступаем в Новый год Я Руслан Усачев Я Мишек Шиштовский На этом заканчивается сезон Пора Валить 2018 года И мы желаем вам счастливого нового 2019 года Водяное послание Но заказ обеспечен Им написать президентские речи Что в Новый год он глаголит надужно А настроение кому оно нужно В мире бесчувственном Чувство то архаично С новым возгодом Лайк, субскрайб, как обычно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова